Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Михаил Фаевушкин. Хочу сказать огромное спасибо всей замечательной команде Diamond Alliance, удивительной технической команде The Life за возможность сегодня поделиться с вами, ну, наверное, самым сокровенным из того дела, из того предпринимательства, которым мы с Леной, с моей супругой занимаемся уже без малого 30 лет. Меня зовут Михаил Фаевушкин. Итак, сегодня мы с вами пообщаемся. Я вам постараюсь задать вопросы, отвечать их, отвечать на них вы сможете сами себе. Вперед! Итак, я родился в Белоруссии, моя Елена родилась на Сахалине. Жизнь и моя, ее была самой обыкновенной. Как и любая жизнь молодого человека, родившейся в середине во второй половине 20 века, это школа, это техникум, это институт, уход в армию, приход из армии, продолжение обучения в институте и работа. У Лены, Лена по специальности музыкант, она получила музыкальное образование на Сахалине и позже переехала вместе с родителями в Калининград. Я же жил в Латвии. И именно в Калининграде позже мы познакомились с Леной. Это, вы знаете, самая обычная жизнь, еще раз повторюсь, как у сотен тысяч миллионов советских людей. В 1984 году мы отпраздновали свадьбу. И вот на фотографии справа, это то, что произошло после того, как нам рассказали и поделились с нами планом. План, который, не побоюсь этого громкого слова, изменил нашу жизнь. Я сегодня буду рассказывать этот план, как я его вижу сегодня. Совсем не так, как мне рассказали когда-то 30 лет назад на листочке бумаги с ручкой в темной комнате. Ну и тогда мне было достаточно для того, чтобы задуматься. На тот момент мы переехали в Германию, мы не знали немецкого языка. Мы жили на социальной пособии. Это жизнь ниже среднего уровня, без каких-либо перспектив. Мне было 36 лет, Леня 32. И, несмотря на то, что мы писали большое количество резюме, шансов на эти работы не было из-за возраста. И, как я уже сказал, отсутствие немецкого языка совершенно. В 1994 году, в ноябре, спустя 10 месяцев вот этой нашей немецкой жизни, поисков, мы встретились с людьми, которые нам предложили план. План на жизнь. Именно поэтому я так назвал сегодняшнюю презентацию. Я еще раз хочу обратиться к нашим гостям. Вы не представляете, в жизни бывают такие метаворфозы, и может так случиться, что кто-то из вас сегодня, послушав этот план, перевернел свою жизнь в лучшую сторону. И уже сегодня она начнет меняться. Мне бы этого очень хотелось. И еще раз, если у вас будут вопросы, они у вас должны быть. Я очень хотел бы, чтобы они у вас возникли. Те люди, кто вас пригласил, пожалуйста, спрашивайте. Они вам шаг за шагом расскажут, что это за жизнь. Жизнь, в которой мы с Леной живем, наслаждаемся и смотрим оптимистически в будущее. Для начала я бы хотел попросить вас задать себе три простых вопроса. Возможно, наивных вопросов, но они очень важны с моей точки зрения. Хочешь ли ты, наш гость сегодняшний, быть здоровым? И, наверное, я отвечу за тебя. Конечно, хотите. Материально обеспеченным и хочешь ли ты быть? Ну, конечно. Счастливым и нужным людям? Ну, конечно. Итак, на первый вопрос я уверен, все ответят да. Второй вопрос. Хотел бы ты, чтобы такими здоровыми, обеспеченными, счастливыми были твои родные, близкие, друзья? Ну, конечно, да. И вот вопрос самый главный. А ты понимаешь, что для этого нужно что-то менять в своей жизни? Если сегодня не все так, как написано, если сегодня чего-то не хватает, может быть, здоровье, может быть, общение, может быть, материальная сторона недостаточно хороша, значит, ситуация, в которой вы находитесь, не изменится, если вы в ней будете находиться и дальше. Значит, надо меняться позитивно и ситуацию эту менять. А менять означает действовать. Так вот, готовы ли вы к действиям? Если да, тогда посмотрим на то, что мы делаем всю нашу жизнь. И делаем совершенно бесплатно. Я совершенно не хочу сказать, что за все, что мы делаем в жизни, необходимо получать деньги. Нет. Но посмотрите на вот эту логическую цепочку. И надеюсь, что вы согласитесь со мной. Итак, если нам помог врач, мы о нем рассказываем знакомым, а врач помогает, потому что, во-первых, я надеюсь, что человек хороший, а во-вторых, он зарабатывает. И в этой жизни, чтобы достойно жить, нужно достойно зарабатывать, никто не отменял деньги. И вот мы, воспользовавшись помощью и советом врачей, рекомендуем этих врачей другим людям. Они приходят, врачи зарабатывают еще больше. Мы сделали это, конечно, не ради денег, ради того, что этим людям было хорошо. Мы хорошие люди, они хорошие люди. Мы привыкли делать добро, но врачи зарабатывают. Также зарабатывают работники, вернее, владельцы магазинов, если мы что-то купили, порекомендовали. Также зарабатывают владельцы кинотеатров. Если нам понравился фильм, и мы посоветовали. Вы знаете, все вокруг так устроено. Авиакомпании, какие-то колдинги, банки по рекомендации других людей зарабатывают деньги. То есть, другими словами, я хочу, чтобы вы на эту мою мысль обратили внимание и зафиксировали ее. Другими словами, мы, хотим или не хотим, создаем для кого-то потребительскую сеть клиентов, покупателей. Сеть. И эти люди зарабатывают. Мы просто сделали доброе дело. И это, конечно, прекрасно. А люди, которые мы порекомендовали, они рекомендуют это дальше. И эта сеть разрастается. Один уровень, они рекомендовали дальше второй уровень, третий. Вот такая многоуровневая сеть потребителей, которые приносят колоссальные деньги владельцам тех структур, о которых я уже упомянул. Некоторые данные, официальные данные, которые я взял из интернета. По России в 2023 году население 146 миллионов 260 тысяч. Средняя семья, в средней считается, 4 человека. Средняя, кто-то больше, кто-то меньше. Но в среднем год, в 2023 году семья российская потратила 210 тысяч рублей. Или 17,5 тысяч рублей в месяц на самые необходимые товары, на самые необходимые вещи, продукты, чтобы просто жить. 17 тысяч 500. Это второй момент, на который я вас прошу обратить внимание. Дело все в том, что хотим мы или не хотим. И в этом случае тоже мы будем всегда с вами тратить 17 тысяч 500 рублей в среднем. Почувствуйте разницу. Мы с вами, большинство из нас, во всяком случае из вас, из нашей аудитории, работают на кого-то. Работают по найму. Это рабочие, это служащие, это инженеры, это преподаватели, это врачи, это таксисты, кто угодно. Они, вы работаете по найму. У вас есть хозяин, вы исполнители, он работодатель, он решает, сколько вам работать, сколько вам находиться на рабочем месте, в соответствии с законодательством, конечно. И решает, сколько вы будете зарабатывать. Какая еще деятельность есть на сегодняшний день? Ну, работа на себя. Вы же знаете, огромное количество молодых девушек из среднего возраста занимается в бьюти-индустрии. Как сегодня говорится, делают ногти. Мне очень смешно это слышать, но это не потому, что это плохое занятие. Нет, просто звучит как-то. Делают ногти. Так вот, своя работа на себя, делать ногти. Или человек имеет свое собственное кресло, арендует небольшое помещение и стрижет мужчину, женщину, парикмахер или массажист. Я уверен, вы сами пользуетесь услугой массажиста. Слава Богу, что все эти люди есть. Но очень ошибочно, когда эти люди или мы этих людей считаем бизнесменами. Предпринимателями, да, слово предприниматель имеет очень широкое понимание. Но это не бизнесмены. Они работают на себя. Строить бизнес, делать бизнес и работать на себя – это две огромные разницы. К сожалению, большинство людей в нашей стране, в России, в Германии, в Америке этого не знают. А что же такое бизнес? А бизнес – это когда вы работаете на себя, но при этом кроме этого у вас есть большой или маленький штат наемных работников, менеджеров, которые этот бизнес по вашему указанию ведут. И вы имеете возможность отдыхать, уезжать в отпуск. Бизнес продолжает развиваться и без вас. Если парикмахер уедет в отпуск на месяц, никто за него стричь не будет. Если уедет массажист, никто не будет стричь. Наша мастер по массажу, куда мы с Леной ходим, пользуемся услугами. Очень талантливая женщина из Таиланда. Она уезжала на полтора месяца в Таиланд, и для нас это было не очень хорошо. То есть и для нее она отдыхала, но она не может зарабатывать в то время, когда она отсутствует. Бизнес может. И это существенно разится. Посмотрим сегодня на известный всем, уверен и вам, дорогие гости, квадрант денежного потока Роберта Киосаки. Есть левая сторона, есть правая. В левой стороне верхний сектор, нижний, правая то же самое. Работа по найму. Большинство людей на планете занимаются именно этим. Но денег там меньшинство. И 100% денег там примерно от 7 до 10%. 95% людей работает на кого-то, выполняя чью-то волю, реализует чьи-то желания и мечты. На себя это более интересная, более перспективная и более обеспеченная деятельность. Но здесь пока вы активно работаете, вы перестали активно заниматься своей любимой деятельностью, вы перестали зарабатывать. Есть правая сторона этого квадранта, это бизнес. Там очень мало людей, но очень много денег. И те, кто занимаются бизнесом, они имеют средства, накопленные благодаря хорошим доходам и могут их инвестировать. И эти инвестиции приносят еще большие доходы. И теперь задайте себе простой вопрос. Где бы вы хотели быть? Работать по найму на себя или быть в бизнесе? Здравый смысл подсказывает мне, что большинство из вас ответят. Конечно, в бизнесе мало людей, но больше денег. Много денег. Но почему, если там так хорошо, почему там так мало людей? Вот об этом мы сегодня поговорим. Для того, чтобы заниматься бизнесом, и это лучший выбор для тебя, есть несколько «но». Классический бизнес предполагает несколько «но». Нужна перспективная идея, нужен план, нужен начальный капитал, иногда очень большой начальный капитал. И нужно рисковать этим капиталом, потому что по статистике примерно 90% новых фирм разоряется в первые 10 лет. То есть риск огромный. И люди, тем не менее, идут иногда оправданно, на оправданный риск, а иногда на авантюры. Они берут деньги в кредит, чтобы что-то начать, не могут отдать, попадают в долги. Риэлторы звонят. Это катастрофа. Скажи, ты готов к этому? У тебя есть идея, у тебя есть план, план проверенный годами, десятилетиями, у тебя есть начальный капитал, и ты готов рисковать? Думаю, нет. Ни один нормальный человек не должен сказать «да» на эти вопросы. Ну, как же быть? Бизнес мы хотим, но у нас ничего не получится. Но если ты готов, я тебе расскажу о великой книге. Книга, которая была написана в 70-х годах прошлого века замечательным Джоном Каллиншем. Она называлась «Величайшая возможность в истории человечества». И именно об этой величайшей возможности я тебе расскажу. Именно этой величайшей возможностью занимаемся мы с моей женой Леной почти 30 лет. Очень многие наши знакомые, друзья, к сожалению, не родственники, так получилось у нас. Но эта возможность настолько простая, что я надеюсь, сегодня после нашей с тобой беседы ты получишь ответы на многие вопросы, которые, возможно, многие годы тебя мучили. Эту идею создали в 1959 году два друга, Ричда Вос и Джей Ван Эндл, которые родились в обычной рабочей семье эмигрантов из Голландии, родились в Америке. Когда-то их предки эмигрировали в Голландию. Эти два человека, дружившие с детства друг с другом, позже, став взрослыми, были заинтересованы в создании своего собственного дела, долго думали, анализировали, экспериментировали. И в конце концов, в 1959 году подарили меру план. Запомни, пожалуйста, эти имена. Ричда Вос и Джей Ван Эндл. Их людей нет сегодня в живых. Но план живет. Вот что очень важно. Итак, в чем же заключался этот план? Посмотри, пожалуйста, на верхнюю схему. Это то, как движутся деньги, движется товар в классике. В мире все люди что-то покупают. Но меньшинство что-то продает. И вот те, кто что-то продает, это и есть те, находящиеся в том выгодном секторе правого квадрата. Итак, на заводе производят товар, который нужен тебе, а ты его покупаешь не на заводе. Завод, возможно, находится за 2000 километров. Ты приходишь в ближайший магазин. Вокруг нас огромное количество сетевых магазинов, сравнительно недорогих. Мы приходим, покупаем. Это наша привычка. И мы с тобой должны понимать, что пока товар с завода пришел к нам, он вырос в цене в несколько раз. Потому что была реклама, товар стал дороже. Товар поступил оптовику, потому что только оптовик может покупать вагонами по самой дешевой цене, чтобы потом продать в магазине, в магазин грузовиками и на этом заработать. В магазине товар стал дороже, но должен зарабатывать и в магазине. Поэтому магазин делает свою наценку, свою накрутку и продает товар нам. Мы никого не продаем. Мы покупаем. Мы крайние. Поэтому конечную цену, самую большую, платит покупатель. Неважно, богатый он или бедный. Есть у него работа или нет. Мы все должны жить и тратить 17,5 тысяч рублей в месяц на свою семью. Из этих 17,5 тысяч примерно 15 тысяч забирают вот эти посредники. Товар на самом деле стоит 2,5. Так работает торговля. За счет накруток стоило раньше 2,5, стал стоить 17,5, которые наша семья потратила. План Ричда Волса и Джей Ван Эндал был удивительный, простой и очень понятный. Здесь посредине такой лозунг, такой баннер, который я увидел в немецком интернете. Я его перевел для вас. Каждый человек является предпринимателем. Просто многие об этом не знают. Более того, я скажу, что каждый рожден, чтобы творить, чтобы дарить миру произведения какие-то или рук своих, или деятельности своей, что одно и то же. Он что-то должен создать и подарить миру. Он должен предпринимать. Но многие об этом не знают и работают на тех, кто предпринимает. То есть отказываются от своего предназначения. Я не думаю, что это хорошо. И в новой системе для нас с вами было место. Так как Ричда Волса и Джей Ван Эндал из классической системы убрал всех посредников. Тех, кто не производит и не потребляет. То есть остался завод и мы с вами, а посредников он убрал. В результате освободилась огромная сумма. И эта сумма делилась пополам. Часть Ричда Волса и Джей Ван Эндал сказал, возьмет наше новое предприятие, почти половину, чуть меньше, а чуть больше мы отдадим тем людям, кто независимо от профессии, возраста, состояния здоровья, национальности, религиозной принадлежности. Ну, независимо от этого. Но тот, кто захочет с нами вместе сотрудничать и стать нашим партнером, внимание не работает у нас, а стать партнером, мы ему не зададим ни одного вопроса. Мы просто объясним ему, как это работает. И он будет в этой середине и будет иметь доступ ко второй половине сэкономленных денег. Вы можете себе представить? 85% денег, которые зарабатывали посредники в классике, здесь делятся. Это миллионы и миллиарды рублей. И эти деньги, часть из них забирает производитель, завод, который называется Amway. И компания это Amway, вы, наверное, о ней слышали, но слышали не плавно, а слышали что-то в суете. И как важно не судить по чьим-то отзывам, а посмотреть самому из первых рук, от человека, который имеет опыт получить эти знания и задать вопросы. Американская компания, которая существует уже 64 года, более чем в 100 странах мира, дает возможность нам с тобой повернуть свою жизнь на 180 градусов. В лучшую, конечно, сторону. Несколько фактов о компании Amway. Как я сказал, существует с 59 года. Примерно 15 тысяч сотрудников. Это не мы, это те, кто является рабочими, служащими, инженерами, врачами, профессорами. Те, кто делает для нас продукцию, обеспечивает нас этой продукцией. 15 тысяч сотрудников в мире. На сегодняшний день 28 заводов у компании. Есть научные сотрудники. Их более 800. Более 1650 патентов. Научные лаборатории, институты. И производится товар, который продается на более чем 8 миллиардов долларов. Во всяком случае, такие итоги 2022 года, 2023 год. Скоро будут итоги нам известны. Итак, 8,1 миллиарда американских долларов за 2022 год. То есть, на эту сумму компания за год продала товаров. И что это за товары? И как она их продала? А дело все в том, что, если вы внимательно обратили на предыдущий снимок, у компании Amway есть только ее заводы. 28 заводов. Но нет ни магазинов, ни рекламных агентств, ни оптовиков. Как же продает она эти свои товары на 8 с лишним миллиардов? А потому что у нее есть партнеры, такие, как мы с вами. И что нам нужно делать? Об этом пойдет речь дальше. Более 15 лет компания Amway является номер один среди более чем 4,5 тысяч компаний, работающих в индустрии, который называется MLM, мульти-левель-маркетинг, многоуровневый маркетинг. А теперь вспомните, пожалуйста, разве не что-то подобное было, когда мы рекомендовали кинотеатры, магазины врачей, нашим знакомым, друзьям? Они рекомендовали дальше. Помните, я вам говорил, на разных уровнях мы создаем потребительскую сеть для кого-то. Пора, дорогие друзья, начать создавать ее для себя. Ушли из жизни основатели, но компанией руководят их дети и их внуки. Это одна из самых больших американских семейных компаний. И сегодня представляется на рынке более чем 100 стран. Четыре основных группы продукции. Все для здоровья, а это важно. Я прошу вас прощения за мой голос. Просто приходится много ездить, встречаться с друзьями, с коллегами. Вот я только что приехал из такой поездки из Краснодара, просто много говорил, голос немножко сорвал. Но я думаю, это нам не помешает с вами поговорить и еще раз подумать, какой шанс дает нам судьба в руки сегодня. Итак, все для здоровья, все для красоты. Товары для дома, товары для тела, товары для спортсменов, для тех, кто много физически работает. Это напитки с витаминами, без калорий и без сахара, различных вкусов. Это система фильтрования воды. То есть огромное-огромное количество различной продукции, которая так или иначе нам нужна. И мы покупаем ее где-то, кому-то приносит прибыль. Сегодня есть возможность приносить прибыль себе. Бренды эксклюзивные. Наши натуральные витамины, наши дочерние компании Nutrilite, выпускаются уже 90 лет, почти 90 лет. И являются самыми лучшими витаминами в мире. Это доказано. Это бренд номер один. Косметика по уходу, которая уходит в десятку самых продаваемых косметических коллекций в мире. Товары великолепного качества. Еще что нужно сказать о продукции. Они защищены гарантией. Любая продукция, которую вы приобрели, имеет три месяца возможность для того, чтобы мы с вами ее тестировали и, если не понравится, вернули назад. Любая. Кто может еще этим похвастаться? Представьте себе, три месяца. За три месяца можно понять, хороший крем или плохой, хороший порошок стиральный или плохой, хорошие витамины или подходит вам что-то другое, вкусный напиток или вам подходит другой вкус. Три месяца. И при этом компания постоянно развивается. Итак, гарантия. Все продукты выполнены из натурального сырья. Продукты разлагаются в окружающей среде, не причиняя вреда атмосфере, экологии и нашему, конечно, здоровью. И все продукты концентрированы. То есть, приобретя один раз, вы можете очень долго пользоваться. Реже упаковка выбрасывается. И тратим деньги тоже реже. Вот такие гениальные идеи были заложены в план компании M-Way, их основателями. Как же зарабатывать деньги? У вас, друзья, есть две возможности. Итак, первое. Вернемся к продуктам. Доступ к продуктам есть только у того человека, кто является партнером. Для того, чтобы стать партнером, нужно потратить пять минут времени. Вы вместе обязательно рекомендуете с тем человеком, кто вас пригласил на эту встречу. Их мы называем информационный спонсор. Вы правильно заполните формы онлайн, не выходя из дома, и получите бизнес-номер. Если вы получили бизнес-номер как предприниматель, то вы начинаете работать на себя. И использовать эту возможность вы можете, зарабатывая деньги, как дополнительный доход. Или вы можете зарабатывать деньги, имея цель создать постоянный источник дохода. Сделать этот доход основным, современным. Итак, давайте посмотрим на дополнительном доходе. Если вы будете посвящать своей деятельности 5-7 часов в неделю, и тут не мешало бы вспомнить, сколько вы отдаете своему хозяину в бухгалтерии или на заводе. 50 часов в неделю. А здесь 5-7. То регулярно что-то делая, вам объяснят, что уже через 3-5 месяцев вы выйдете на доход 20-25-30-40-50 тысяч. Цифры примерные. Но это все реально. Если же вы будете посвящать этой деятельности не 5 часов, а 10-15-20, то ваши доходы будут расти. И примерно через год, ежемесячно доход свой повышая, вы выйдете на 100-150 тысяч рублей в месяц через год. И это только начало. Потому что этот уровень, где можно зарабатывать 100-150-200 тысяч рублей в месяц, он называется уровнем платиновым. И это только начало. Всего 15-20 часов в неделю, чтобы зарабатывать такие деньги. Или 50 тысяч, чтобы зарабатывать совсем другие. И иметь совсем другую перспективу. Это действительно умный бизнес. Это бизнес будущего. Почему? Еще раз вспомним, как мы организовывали сеть клиентов для кинотеатров, для врачей, для авиакомпаний, для турагентств, для релторских каких-то агентств. И здесь происходит следующее. Если вы попробовали эти продукты и перевели свою семью, и ваша семья в восторге, потому что вы, а, экономите деньги, б, бережете свое здоровье, продукты, повторюсь, сделаны без применения, вредные химии, и вот вы довольны, рассказываете об этом людям. И у вас появляется, то есть делаете то же самое, что делали для чужих магазинов, но у вас появляются те, кто скажет, я тоже хочу. Кто-то скажет, хочу продукты, кто-то скажет, хочу и продукты, и зарабатывать, и вы поможете им зарегистрироваться. При регистрации, кроме адреса, фамилии, имени, человек укажет ваш бизнес номер, и будет система всегда видеть, кто является учителем и помощником. Потому что если сегодня ваш новый партнер начнет зарабатывать и будет зарабатывать больше и больше, компания за это вам будет, как учителю, платить больше и больше. То есть представьте себе, я уверен, что это единственная деятельность, которую вы в своей жизни видели, где ваш доставник в этом бизнесе, ваш спонсор, материально заинтересован в том, чтобы вас привести к успеху, вас привести к благосостоянию, чтобы у вас здоровье было лучше. И он станет еще вашим другом. Вы представляете? Посмотрите, что на производстве. Разве ваш мастер или бригадир, или директор клиники, или владелец мечтает, чтобы вы были здоровы, успешны, обеспечены, чтобы ваша семья была счастлива? Нет, он мечтает только о своей семье. А вы помогаете ему, его планы реализовывать. Ричдовоз Джей Ван Эдл поменял все. Посмотрите, какая мысль. А эти люди могут дальше эту идею продвигать, и это уже будет другой уровень. Вот почему многоуровневый маркетинг. На любом уровне человек получает возможность пользоваться этим планом. И Ричдовоз Джей Ван Эдл когда-то сказал, мы создали этот план, мы подарим его тебе. Теперь это твой план. И каждый из вас, дорогие гости, может сегодняшнего дня говорить, у меня есть мой план. И вы имеете полное на это право. И, естественно, это ваша команда. Это ваши дети, в кавычках, внуки, правнуки. То есть ваши уровни, ваша команда со временем разрастается. Когда-то вы были один, потом у вас было трое. Потом у ваших двоих партнеров новых появилось по одному или по два. И уже вас шестеро. И так далее, и так далее. И чем больше людей в вашей команде, тем больше покупок, больше баллов, больше прибыль для команды. И самое прекрасное, и самое интересное, что эта прибыль делится по итогам месяца. И каждый получает 16 числа следующего месяца то вознаграждение, которое именно он заслужил. Причем вознаграждение распределяется не от самого первого, кто начал в вашей большой команде этот бизнес. А распределяется снизу. Вам, новенькому, а потом тот, кто вас обучал. В зависимости от того, сколько заработали вы. И если ваш, повторюсь, доход растет, то тот наставник, ваш спонсор, который вас обучает, зарабатывает тоже больше. А команде и каждому индивидуально все выплачивается по этой удивительной таблице бонуса, которая существует 64 года. 64 года. Ей пользуется, как я уже говорил, со странами мира. И вы, зарегистрировавшись, имеете свой рабочий кабинет онлайн. И видите эти баллы, вы отслеживаете. И чем больше прибыли ваша команда получает за истекший месяц, тем больше денег компания вам выделяет. Заработать, напомните, что я говорил, заработать вы можете больше половины от сэкономленных средств, так как у нас посредников нет. Итак, маленький пример. Это вы, вы пользуетесь продуктами, у вас есть опыт уже пользования, вы, может быть, целую неделю уже строите свой бизнес, у вас есть план с вашим спонсором, который вы разработали, план на месяц, на три месяца, на год, на пять лет, и у вас, согласно этому плану, вы рассказываете о нашем плане, о бизнес плане, и у вас кто-то говорит, я подумаю, кто-то говорит, я уже подумал, давай попробуем, у вас появилось четыре ученика, четыре новых партнера. Каждый из них делает какой-то товарооборот, кто-то уже на первый уровень таблицы, а видите, выплата начинается только с 200 баллов месячного товарооборота. Если кто-то делает меньше, ради бога, никаких проблем, он имеет скидку, на все товары дается скидка изначально, на все товары МВИ дает скидку, но кроме этой скидки человек еще может зарабатывать от трех до 21 процента ежемесячно. Скидка постоянная 15 процентов, и плюс от трех до 21 процента ежемесячно. И вот, когда заканчивается месяц, вы видите, что уровень вашей команды 9 процентов. Вот это вы и ваша команда сделала 9 процентов. Почему? 9 процентов, это по нашей таблице, минимум 1200 баллов. Таблица выполнена в баллах, чтобы не зависеть от инфляции. В Америке это баллы, в Германии это баллы, на Центрально-Азианском регионе это баллы, в Японии это баллы. Но в Японии есть коэффициент, и японские наши коллеги знают, сколько это в йенах, в Америке знают, сколько это в долларах, мы знаем, сколько это в евро и так далее. А вы знаете, сколько это в рублях. Итак, 1200 баллов вы набираете вместе с учениками, они же тоже что-то делали, они что-то купили, а вот этот с уровнем 6 процентов уже кого-то зарегистрировал, стал об этом человеке заботиться. То есть по истечении месяца товарооборот плюсуется, и если вы набираете 1200 баллов или больше, вам на вашу команду выделяют 9 процентов. Потом из этого куска отдают, то есть вам не выплачивают 9 процентов, вам выделяется. Еще этот кусок торта висит в воздухе. И сначала компания 16 числа в этот день отдаст 3 процента Сергею, Саше ничего не отдаст, потому что он сделал меньше 200 баллов, он имеет только скидку, но по таблице пока не зарабатывает. А вот Ира заработала 6 процентов, и из этого куска получает 6 процентов, имеет значок, так же как трехпроцентный значок имеют вот эти люди. И четвертый партнер, а здесь у вас для примера 4, каждый получил свои деньги, только остаток. За каждого партнера получили вы 9 минус 3, 9 минус 6, 9 минус 0, 9 минус 3. То есть чем больше у вас учеников, зарабатывающих, что-то делающих, тем больше ручейков на ваш личный счет в банке придет в конце месяца. Еще раз подытожим. Ваш доход равен процент вашей группы минус процент каждого партнера. Сколько партнеров прямых веточек? Столько ручейков. Начинается все, конечно, с одного. Мы не можем сразу обучать 10, а потом появляется второй, а потом первый приобретает опыт, помогать ему уже надо меньше, мы помогаем новенькому и так далее, и так далее. На 9% человек зарабатывает до 25 тысяч рублей в среднем. На 18% до 90 тысяч. На 21% примерно 130-150, может больше, может чуть-чуть меньше. Это зависит от того, со сколькими зарабатывающими партнерами мы вышли на этот уровень. Итак, наша цель, конечно, для начала выйти на 21%, прийти к самому вот этому большому результату по нашей таблице. Давайте еще посмотрим, что же на 15% происходит в нашей команде. К примеру, у вас не 4, как здесь, а 3 партнера. Но у этих партнеров уже есть небольшие группы. Итак, вы сделали товарооборот с группой 4400 баллов. Это больше, чем 4000, поэтому все, что больше 4, но меньше 7, дает вам 15%. Вы получаете значок 15% предпринимателя, вас поздравляют, дарят цветы, аплодируют. Это здорово. Итак, за какой-то месяц вы с вашей группой сгенерировали товарооборот 4400 баллов. Из чего он состоит? Ну, во-первых, вы что-то купили себе. Лично сделали 200 баллов. Вот купили что-то у вас, у кого-то день рождения, подарки мы дарим со своей фирмой, и вы сделали личный товарооборот 200 баллов. Ваш первый партнер, назовем ее Катей, у нее своя группа, и она со своими, не знаю, сколько там людей, 3 человека, 4, 2, 6, неважно, сделала в этом месяце товарооборот 1200 баллов, то есть у нее 9%. Группа Сергея больше, эта группа сделала товарооборот 12%, а это больше, чем 2400, то есть каждый что-то сделал. Итак, конкретно, группа Кати сделала 1500 баллов, группа Сергея 2500 баллов, и еще есть небольшая группа, 6% Марина, которая сделала 700 баллов. Плюсуется в конце месяца, компания В плюсует 1500, 2500, 700, и ваши 200, и получается 4400. И вам выделяют 15% от этих баллов, переведенных в рубли. А что получаете лично вы? А вы получаете 15 минус 9, это 6, 15 минус 12, это 3, 15 минус 3, это 12. Три ручейка, причем самый большой ручейок, вот этот. Вы хоть и получаете здесь 15 минус 12, то есть он же 12 забрал, общая группа 15, вам осталось 3. Но эти три самые большие кусочки, самый большой ручейок. Естественно, мы стремились, и наши партнеры стремятся выйти на 21%. Почему? Человек, который выходит на 21%, он приходит к самому большому результату по таблице бонуса, но это не самый большой результат, бизнес инвей, это хорошее начало, он зарабатывает 150 тысяч, 130 тысяч, хорошие деньги, и естественно, его партнеры стремятся прийти к этому результату тоже. Он для них учитель, он для них советчик, он делает все, чтобы это произошло. И когда кто-то из ваших партнеров тоже выходит на 21%, а тому, кто выходит на 21%, включает серебряный значок, и он называется серебряный продюсер, так вот, как только ваш ученик, вы же помните, это не пирамида, где деньги зарабатывает тот, кто выше, а нижний остается последним. Нет, здесь каждый месяц сначала дают ученикам, а остаток учителю. Так вот, если ученик сам вышел на 21%, он все и забрал. Учитель остался ноль. Справедливо? Да и нет. Ведь учитель ему, может быть, год помогал и делал все, чтобы он за год вышел на 21%. Но учителю за это, за этот ноль в кавычках, компания начинает ежемесячно выплачивать лидерский бонус, так как этот спонсор вырастил настоящего лидера. Они контактируют, они дружат, они консультируются, потому что учителя опыта все равно больше. Но теперь за этого человека каждый месяц, всю свою жизнь спонсор будет получать лидерский бонус 6%. 6% лидерский бонус. И я не побоюсь сказать, что это действительно настоящий, настоящий пассивный доход. Чем больше вы людей выведите на 21%, они будут развиваться дальше, тем меньше уже они будут нуждаться вашей помощи. А если они 6 месяцев покажут уровень 21%, они станут платиновыми. Платиновый – это профессионал, и если есть такой профессионал, помогать ему не надо, а 6% каждый месяц. 6% каждый месяц. И это от 100 тысяч, и здесь написано евро, это ошибка, извините, от 100 тысяч рублей при правильном построении бизнеса. Каждый месяц от 100 тысяч рублей за каждого специалиста. Вы представьте себе всего троих, к примеру, научить, зарабатывать хорошие деньги, найти троих единомышленников в этом мире, в течение какого-то времени с ними общаться, отвечать на вопросы, вместе строить свое будущее, а потом они пойдут самостоятельно в жизнь, а вы будете получать 300 тысяч рублей. Это же здорово. При этом вы свободны, вы отдыхаете сколько хотите, вы находитесь дома, вы путешествуете, это действительно счастье, это удивительный план. Маленький анимационный фильм. Если вы, придя в бизнес, вы зарегистрировали, к примеру, 10 человек, кто-то активен, кто-то неактивен, но из этих 10, только двое стали серьезно делать этот бизнес, и вы с 10 стали платиновыми, и со временем эти двое получили уровень платины тоже. А я вам должен сказать, что с уровня платины вы еще путешествуете каждый год, компания дарит путешествия в самые лучшие курорты мира, в самые дорогие отели, все оплачивает компания, и сегодня платиновые и выше предприниматели МВА России, уже буквально через несколько, через день уже отправляются в Абу-Даби, путешествуют, компания МВА, компания все абсолютно оплачивает. Вы представляете, как это здорово. И если у вас два обученных специалиста, то вы уже не платиновый сапфир. Вас отмечают, вас поздравляют, это новый уровень. Чем лучше вашему ученику, тем лучше вам, учитель. А этот ученик может добиться большего, чем вы, потому что, повторюсь, это не пирамида. Если он вырастет не двоих, как вы, а вырастет троих, и если у него три платиновых в группе, то он уже не сапфир, как вы, а он изоворот. А изоворот еще получает огромные дополнительные премии в конце года. И это новый уровень, новое признание. Не тот, кто выше, а тот, кто больше сделал. А ваш платиновый, вот этот зелененький, имеет возможность вырастить не двоих, не троих, а четверых или пятерых. А если шестерых платиновых, то он станет бриллиантом. И вы обязательно увидите своих бриллиантных на мероприятиях, которые проводятся в нашей обучающей системе. Вы увидите, какие-то простые, замечательные, упорные, интересные люди. Это ваши учителя в том числе. Бриллиант – это тот, кто зарабатывает от 500 тысяч рублей и больше в месяц. Повторюсь, не тот, кто выше, а тот, кто больше сделал. Больше детей. Больше детей создал, подарил им жизнь, воспитал и выпустил в жизнь самостоятельную. Все, как у нас с вами в обыденной жизни, в этом бизнесе. Да, конечно, это время, да, конечно, это труд, да, конечно, это общение, но это же счастье, общение. Это же счастье вместе с единомышленниками прийти к результату. Эти люди становятся, да, ближе, чем родственники, представляете? А это наша обучающая платформа. Наша обучающая система называется Альянс Бриллиантов, потому что люди, создававшие эту систему, Наталья Витальевна Иена и Джеймс Вадди, у них была цель, чтобы каждый человек, который только попадает в систему, стал бриллиантом. Поэтому Даймонд Альянс, Альянс Бриллиантов. И у Альянса Бриллиантов есть самая уникальная в мире M-Way платформа, которая называется TheLife.info. И это платформа, где вы получаете информацию, вы получаете знания, вы обучаетесь у ведущих экспертов, вы знаете о ближайших мероприятиях. Это Gold Diamond в Казахстане для лидеров специальный семинар. Это Абудаби через день. Это Шанхай в 25-м году отпуск для лидеров. Это Викендс-семинар в Сочи в 24-м и так далее, и так далее, и так далее. И я не перестаю благодарить создателей этой платформы Анатолия Йен за то, что он подарил всем нам. Я не устаю благодарить Натарию Витальевну и Джеймса Вади за этот мир. Мир Diamond Alliance. Я призываю вас никогда не игнорируйте эту платформу. А это успех компании M-Way. Конечно, были кризисы, был коронавирус, всевозможные проблемы в мире. И все это сказывается. Но товарооборот, несмотря на это, у компании всегда идет вперед. Посмотрите, в первый год с 59-го по 60-й компания выездила всего полмиллиона долларов в оборот. И уже через 7 лет 50 миллионов. А еще через 13 лет миллиард. А еще через 10 5 миллиард. 22-й год 8,1 миллиард долларов. Компания, которая сегодня приглашает тебя к себе в партнеры, в партнеры, в равные партнеры. Компания, которая гарантирует тебе обучение, заботу, спонсорскую поддержку. Лишь бы только у тебя была мечта в жизни. Лишь бы только ты, дорогой гость сегодняшний, хотел эту жизнь поменять в позитивном ключе. И тогда этот шанс твой. Это действительно шанс. Нужно уметь это увидеть. А что нужно делать, спросишь ты. А я отвечу. Разберись, влюбись и эту любовь, и эту информацию дари другим людям. Часто и от всей души. И ты увидишь, что произойдет с твоим бизнесом. Я благодарен всей души за то, что ты сегодня в течение этого времени был со мной. Я надеюсь, рассказал подробно и понятно об этом чуде. Чуде, которое называется бизнес-план МВА, маркетинг-план МВА. Я желаю тебе, дорогой друг, счастья. Я желаю тебе успеха. Я желаю тебе здоровья. И очень верю, что мы скоро с тобой увидимся. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok